Завершилось рейтинговое голосование, которое проводилось на сайте городской администрации по определению места для установки памятной стелы, посвященной присвоению Магнитогорску почетного звания «Город трудовой доблести». Без малого 4000 респондентов выбирали из четырех предложенных вариантов. Безоговорочную победу, 1004-3 голоса, одержал сквер славы Магнитки. Это пространство между входной группой Центрального стадиона и Драмтеатром имени Пушкина. Репортаж Игоря Гурьянова. Оговоримся сразу. Решение рабочей группы по присвоению звания, хоть и основывалось на мнении большинства, но давалось непросто. К записным политологам добавились эксперты по организации городских пространств. И всего к обсуждению предлагалось 80 мест. Комиссия оставила 4. Сквер славы Магнитки оставил позади трех конкурентов. Площадь торжеств, северо-западную часть парка Увечного огня и сквер трех поколений. У каждого из предложенного горожанами мест были свои плюсы и были свои минусы. Но коли уж выбрали это место, о котором мы сегодня говорим, задача стоит не только в срок все сделать, но и качественно. Более того, в итоге должно получиться и красиво, и торжественно, и достойно. Как говорят специалисты, чтобы создавалось по прошествии времени впечатление, что вот это все преображение пространства вокруг торжественной стелы, как будто бы было всегда, естественно, вписалось в весь ландшафт, окружающий это место. Заметим, выбор места для установки стелы – это лишь начало большого и сложного пути. Уже в самом начале обсуждения рабочая группа сошлась во мнении. Впрочем, это диктует целесообразность и здравый смысл, что просто установкой стелы дело не может ограничиваться. На этом настаивает и один из руководителей группы – начальник управления архитектуры и градостроительства Владимир Астраханцев. Работа с этим пространством подразумевает развитие и принятие разнообразных идей, которые будут поступать. Мы будем вычленять все самое интересное, будем их объединять, гармонизировать, призывать архитекторов и дизайнеров, и художников, чтобы они работали с учетом той истории, которая находится на этом месте. Уже по окончании заседания рабочей группы была достигнута договоренность, что и обсуждение эскизов, и планы по организации архитектурного пространства, и сам ход строительства будут находиться под пристальным вниманием общественности. А значит, съемочные группы телекомпании ТВИН еще не единожды наведаются в сквер славы магнитки, совсем скоро способны оправдать свое высокое название. Игорь Гурьянов, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.